И сегодняшняя тема о том, что мы можем, мы можем, мы можем, и то, что мы можем, это команда и молитва, команда и молитва. Но будет немного более глубокое пояснение, чем просто вот Библия и молитва и команда. Ты можешь больше. Скажи, я могу больше. Аминь. Ты можешь больше. Ой, я флегматик, я холерик. Я в своем темпераменте и так далее. Друг, неважно, какой твой темперамент, ты можешь больше. Темперамент — это не ограничение. О, я сангвиник, я флегматик. Слушай, это твоя сильная сторона, ты можешь даже больше, чем я, больше, чем холерик. Ой, этот сангвиник, он какой-то по облакам летает. Друзья, сангвиники могут быть очень дисциплинированы. Очень хорошо дисциплинированный человек может быть сангвиник. Не так сильно, как флегматик, но все-таки он будет дисциплинирован. И сангвиник, он такой. Если Сандра не на служении, все, кто говорят «Аминь, Аминь», когда люди говорят «Аминь», слышно, что человек говорит «от всего сердца». И когда Сандры нету, слышно, что что-то не так, потому что она на каждом служении от всего сердца говорит «Аминь», и слышно, что она на служении. И когда сангвиника нету в зале, который говорит «Аминь», сразу что-то не так. И, конечно, у каждого свое место, и поэтому я говорю о команде. Я говорю о команде. И сангвиник тоже может быть достаточно дисциплинирован. Да, не так, как меланхолик или флегматик, который научился чему-то и одно и то же делать. Слушай, флегматик, ты, который готов сто раз делать одно и то же, систематично. Нет, ты можешь больше. Флегматики, сангвиники, холерики. Вы можете много. Аминь. Вы можете. Вы можете. Мы сами ограничиваем себя различными глупостями тем, что Земля – оскарь. И даже в Библии мы высасываем какую-то информацию, какую-то глупость, вместо того, чтобы видеть то, что по-настоящему важно. Второстепенное и менее важное, мы должны это двинуть в сторону, но брать суть. Потому что мы часто обращаем внимание на какие-то мелочи, игнорируя главную христианскую истину, основание. И Павел говорит, я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. И здесь речь не идет только о том, что, о, я христианин, и я могу жить в нищете. Топор. Топор. Наши обстоятельства не нужно гордиться тем, что ты живешь в нищете. Этим не нужно гордиться. Нужно плакать насчет твоей ограниченности и темноте. Потому что какой-то Поп в какой-то книге в Библии написал, что лучше быть бедным, чем богатым. Люди что-то из Библии вытаскивают и строят свою теологию. Этим не надо гордиться. Это не благословение. Ты даже своих детей не можешь покормить. Как этим можно гордиться? В Библии написано, что утрясенный меру, большой и щедрый, воздаст от тебя. И у тебя даже у самого останется лишнее, чтобы ты мог помогать другим. Я хочу тебя вдохновить и мотивировать. Вдохновить и мотивировать. Евангелие от Иоанна 14, 11 Истинно, истинно говорю вам. Кто в меня верит, тот те же дела будет делать, что я делаю, и даже большее будет делать. Потому что я иду к Отцу. И все, что вы будете просить во имя Мое, я сделаю. Чтобы Отец был прославлен в Сыне. Все, что вы попросите во имя Мое, то я сделаю. Другими словами, Иисус говорит, что ты можешь. Но смотря кто что видит в Библии, каждый видит что-то свое. Я об этом учу в этот момент. Что нужно здраво смотреть в Библию, а не искать и думать, какая земля. Плоская или круглая? Этим ученые будут заниматься. Вы не переживайте на этот счет. Не надо впадать в крайности. То же самое про исцеление. На меня возложили руки, за меня помолились. И в следующий день я иду поднимать 100-килограммовые весы. Понимаешь? То, что у тебя не болит, это не значит, что ты исцелен. Если у тебя скелет сломается, то кто будет виноват? Есть врачи, и надо к врачам идти. Хотя, да, у нас есть проблемы с врачами. С медицинскими, с медициной есть проблемы у нас в Латвии. Но все-таки медицина, как и наука, она дана нам от Бога, чтобы мы своим умом были способны анализировать и понимать, и принимать правильные решения, чтобы мы были способны понять, как работает человеческий организм, и чтобы мы были способны помочь. Медицина, друзья, это очень хорошо. Я бы даже сказал, медицина лучше, чем божественное исцеление. Вот что я вам скажу. Допустим, если ты не пройдешь новые курсы как учитель, ты не можешь быть учителем. Когда-то было так, а сейчас по-другому. А что такое? Это в любой стране, друзья. Если мы смотрим в дальнее, далеко в прошлое, если мы смотрим на медицину, на другую, науку, на астрологию и прочую, физика, химия. Если мы смотрим в прошлое, какой-то период времени проходит, и раньше было так, что люди не соглашались с тем, что говорят и учат, люди думали, о, да вы сумасшедшие. А проходит время, и люди начинают по-другому мыслить. Люди говорят, что истина – это то, как наука говорит. Но есть люди, у которых нету моральных ценностей, нету основы, и они отдаляются от истины, потому что они осознанно отвергают истину, вводимые какими-то своими политическими побуждениями, желаниями, и они впадают в крайность, они тоже отвергаются от Библии, духовных истин. У науки без веры есть большая проблема, поэтому нам нужна наука вместе с верой. Сейчас в медицине легализируют эвтаназию, смерть. И к чему приведет легализация наркотиков и алкоголя? К чему приведет 150 гендеров, которые сейчас вводят в законодательстве, пытаются все это ввести? Вот к чему приводит наука без веры, без Библии. Вот она наука. И такой Кирштейнс из национального объединения, он много говорит интересных вещей. И это хорошо, что он говорит. Он на прошлых дебатах он сказал о науке, о науке, об образовании. Процентуально он посчитал в других странах, и там были минуты конкретной страны по процентам, какие науки, какое образование, где больше учат, каким наукам, а где меньше. И в других странах гуманитарные науки последние, а в Латвии это первое. Все наоборот. Люди говорят наука, наука. И вообще людей учат, что человек произошел от обезьяны, у человека вообще нет ценностей. Такая вот наука без Бога. И тебе говорят, что ты можешь быть мужчиной, ты можешь быть женщиной, ты можешь быть кто угодно. Но это, друзья, невозможно. Мужчина — это мужчина, а женщина — это женщина. Но всяким бредням учит наука, которая говорит, что мужчина может быть женщиной. И поэтому понятно, что и наука, и христианство может быть темной, необразованной. Но есть люди, которые понимают, которые видят суть и разбираются и в науке, и в христианстве, и в теологии, и в медицине. Есть люди, которые здраво воспринимают Слово Божие, здраво понимают христианство, здраво понимают пути Божьи. И наука, она дана человеку прогрессировать и развиваться. Это то, как Бог образовывает нас, Он дал нам интеллект, чтобы мы могли прогрессировать и жить для Него, для Его славы. Скажи, наука от Бога. Аминь. Ты не можешь сказать, вся наука плохая, земля плоская. Все, Библия говорит, земля плоская, все. Нет, мы не можем говорить так, потому что, ну, земля все-таки не плоская. Так же, и люди говорят, ой, к врачу нужно идти, когда совсем все плохо. Нет, с Божьим благословением ты придешь к правильному, хорошему врачу. Надо образовываться в правильном направлении. Поэтому не так важен темперамент. Нет, мы все можем получить новые знания. Нам всем нужны новые знания. Мы все должны совершенствоваться в том направлении, в котором ты идешь, чтобы ты прожил эту жизнь Богу во славу, чтобы ты что-то за собой оставил. Заметил ли ты, что везде во всей Латвии развалины? Есть такие развалины, которые обновились, которые реставрировали и так далее. И в Мексике когда-то были майя и ацтеки. И в Мехико есть такой храм, построенный христианами на развалинах на основе майя и ацтеков. Там на этих развалинах построили здания. Остатки этой цивилизации до сих пор видны. Испанцы завоевали Мексику. В 1200-1500 там был расцвет цивилизации. Но потом, мне кажется, в 1919 году мексиканцы опять получили независимость. И там было так, что мексиканцы смешались с белыми и так далее. С испанцами смешались генетически. И эти развалины, они о чем-то свидетельствуют. Там когда-то было что-то яркое, что-то мощное, что-то реальное, что-то красивое. Во время какой-то истории, момент, их религия была на каком-то уровне, их экономическое состояние было высоким, они росли, процветали. Это было что-то особенное, они создали памятники архитектуры. И в Латвии развалины это что-то, что когда-то было построено, что-то было, что-то яркое, что-то мощное. И то, что когда-то было создано, это было в умах людей, в умах каких-то людей, и люди это создали. Человек это создал. И Бог создал человека по своему образу и подобию. творческим его создал. И сейчас самое главное, как создать что-то такое большое, как создать такие города, как были у Майи. И даже Мексика тоже сейчас является одним из топ-стран в мире, даже учитывая, что там наркоторговля и все прочее. Колумбия это одна одни из топ-стран. Это тоже что-то особенное со всеми наркокартелями, несмотря ни на что они реально рулят. Конечно, это не лучшее место, куда ехать на экскурсию, но это такие неплохие страны. Да, я не хотел бы туда ехать, но все же. Наркокартели там работают, действуют. У нас даже в Латвии 4 тонны конфисковали. Очень много. 4 тонны кокаина, которые ввели в Латвию, в Ригу. Это рекорд. Это очень много. Это не доехало до Риги, но это просто рекорд ошеломительный. Это огромные деньги. 4 тонны кокаина. И это только то, что поймали. А подумай, сколько вообще идет через Ригу и в Латвию вообще, сколько наркотиков приезжает. Они создали империи, империи, страны, архитектуры, что-то грандиозное. Ты видишь что-то особенное. Это люди и в их умах и сердце это было. И это не было бы возможно без команды. Что-то большое, что-то мощное можно оставить и создать только в команде. Скажи, только в команде. Только в команде можно что-то создать. не напрасно Иисус говорит «Наш Отец». Наш Отец. Потому что Церковь — это столб и основание истины. И человек один, а Церковь. Да, мы индивиды, мы сами по себе, но вместе мы Церковь. И уже не так важен темперамент и все такое, но важно, что мы вместе создаем что-то прекрасное, большое, только в команде. Я все так рассказываю и у меня да, по пунктам все было красиво. Первое, второе, третье, четвертое, девятое, десятое, А, Б, С, Д. Да, я не говорю по пунктам, но я говорю от всего сердца и я верю, что ты поймешь. И с первого дня, как я познал Бога, с того дня, как я встретился со Христом, я родился свыше и Бог сказал Марцис, читай Библию каждый день, молись Богу каждый день, иди в церковь и ты будешь моим слугой. Библия, молитва, церковь, служение. И вот эта книжка «Лестница в небеса», я написал, это мое свидетельство, моя история. Это история моего рождения свыше и «Лестница на небеса», это было много лет назад, я написал ее в 2001 году примерно, я написал, и мы ее распечатали, не знаю, сколько экземпляров, но «Лестница на небеса», и там я говорю о Библии, молитве, церковь, Библия, молитва, церковь. И прошло уже 22 года где-то, уже столько лет прошло, и я читаю Библию, читаю Слово Божье. Да, что-то как бы поменялось, но ты опять возвращаешься к старому, когда ты ищешь Бога заново и заново, и ты познаешь Бога больше и больше, любишь Его. И чем больше ты познаешь Слово Божье, чем больше ты познаешь Христа, тем больше ты убеждаешься, что нужна команда, это фундамент. Фундамент, это фундаментально, это основание основ, команда. И понятие христианства это церковь, церковь это команда. Проповедовать. Скажи, церковь это основание всех основ. Церковь это основание, столб и утверждение истины. Я тебе сегодня открою глаза больше на это, чтобы ты понял значение церкви. Значение команды. Команда это одно. Далее, есть личные отношения с Богом. И как я назвал проповедь? Мы можем. Ты можешь в команде и в молитве. Личные отношения с Богом, они не заключают в себя только то, что вы просите у Бога. Нет, это ежедневная работа со своей головой. Мысли, размышления, это работать со своей головой. И рассчитывать, что Бог тебе все напрямую скажет, то это темное христианство. Бог так не говорит. Да, конечно, в каких-то определенных моментах Бог может говорить с громким голосом, но вообще Он обычно говорит по-другому. Если речь идет о личных отношениях с Богом, то эта церковь, она не была бы возможна без личных отношений с Богом. И то, чего мы добились, наша церковь, это труд команды, сила в команде. Что-то сильное, мощное создать можно только в команде. И 25-го числа у нас будет лидерская школа и библейская школа. 25-й суббота и начнется лидерская школа и 26-го библейская школа по воскресеньям. Я буду здесь учить библейскую школу. И нам нужна школа и лидерская школа и библейская школа заново обновить ум. Это нужно. Я только сегодня могу сказать, как эта школа будет выглядеть. И не полностью в деталях, это вы тоже сами придумаете. Я знаю концепцию, я знаю эту мысль, и я буквально только позавчера понял, как это все будет. Вчера я только понял, как это будет выглядеть. Как я понял, как может проходить эта библейская школа? Как? Это актуальный повседневный вопрос. И когда я читаю Библию, я думал об этом. Когда я ел, я думал про библейскую школу. Когда я иду спать, я думаю про библейскую школу. Когда я молюсь Богу, я думаю про библейскую школу. Я не могу позволить думать только о школе. Нужно думать о работе в семье и о других вещах. Да, это включено. Но я не могу принять решение, какая должна быть школа, просто так. А ну, нам нужна эта школа библейская, ну давайте что-нибудь устроим. Нет, я должен четко понимать, четко понимать, какая Божья воля. Мне нужно Божье водительство. И не просто какое-то абстрактное Божье водительство, но я должен создать четкую информацию, собрать из Библии, из Слова Божьего. Должно время человеку, чтобы принять правильные решения. Также и школа, и юбилейное служение. Я должен понять, и для этого мне нужно время. И это не такой вопрос, который я принимаю за один день. Нет, это два месяца, три месяца, год, понимаешь, пока у меня в голове, я собираю всю информацию, читаю Слово Божье. До тех пор, пока у меня в сердце не приходит полная уверенность. Должно быть именно так. И знаешь, если у тебя полная уверенность, то тебе Бог это говорит. Слушай, друг мой. Может быть, что-то тебе говорит Бог. Но чаще всего это зависит от той информации, которую ты собрал. А, я приду домой, помолюсь мне, Бог скажет, я что-то почувствую, и все. Нет, на следующий день тебе скажут другую новую информацию, и ты такой... У тебя уже меняется голова, потому что у тебя уже другая информация, которая другую информацию отвергает. Ага. Что, Бог говорит так, а потом на следующий день по-другому? А, скажи мне. Потому что Бог так не говорит. Я уже упомянул. Да, может проговорить Бог. Но 99,9% это будет работа с информацией, с аналитикой, критикой и так далее. Аналитическое мышление. Скажи, мышление. Вот в чем проблема, вот в чем дело. Если думаешь, что ты можешь, то ты можешь. Скажи, я могу. А если ты думаешь, что ты не можешь, то ты не можешь. Но если ты думаешь, что ты можешь, тогда собирай информацию. Учись, учись, учись. Информация нужна, мотивируйся. Вот почему я могу в 5 утра проснуться. Кому нравится вставать в 5 утра? Мне нравится вставать в 5 утра. Да, можно поспать, но мне нравится вставать рано. Я думаю, думаю, я размышляю. Это процесс. Я живу. И нужно, чтобы цель, которую мы получили от Бога, мы ее достигли. И мы хотим видеть Бога, благословенную Латвию, и мы на пути к этому. У нас есть то, для чего жить. Это значит жить. Ты совершаешь коррекции. Это работа с головой, с мыслями. Ага, опять все речи идет про голову? Да, друг мой. Служение, это все хорошо, это все круто. Но, друзья, можно больше, можно дальше, можно выше. Не будьте топорами. Не будьте топорами. Будьте круче, будьте богаче. Бегите быстрее. Прыгайте выше, дальше, летите. Будьте творческие. Камон. Я так вдохновляю, что можно уже упасть. Нет? Аминь. И я не только вдохновляю, но я и обличаю. Не будьте маленькие. Не будьте темные. Аминь. У тебя великий, мощный, сильный Бог. Тогда думай о том, какой Бог, который тебя сотворил подобным себе. Все возможно верующему. Иисус хочет, чтобы ты мог. Он хочет, чтобы ты думаешь, что ты можешь. И не только думай, но ты и делаешь. Нам везде должно быть мышление. Мы должны расти, развиваться. И я считаю, что Бог нас так создал, чтобы мы развивались. Эволюция. Вот истинный подходящий момент для слова эволюция. Интеллектуальная, духовная эволюция. Нет, Бог сотворил человека в один момент, и все. Да? Из глины, из земли. Понимаете, люди, нельзя исключать теорию эволюции полностью. Нельзя ее полностью отключить. Просто вопрос, что было в начале. Неважно, Бог один день, как миллион дней, как миллион лет. А миллион лет, как один день. Это, как я говорил, один момент, как миллион лет, а миллион лет, как один момент. Мы должны подумать о том, что значит, что Бог сотворил мир за один день. Не будем такими христианами, которые всегда все воспринимают прямолинейно. Да. И, конечно, я верю, что Бог может взять и сотворить за один момент. Но я не исключаю, что Он это сделал за много лет. Потому что у Бога один день, как тысяча лет, а тысяча лет, как один день. Понимаешь? Я не исключаю, что эволюция как-то так и прошла. В любом случае, Бог запланировал и сотворил, и это Он автор всего этого. И даже не важно, за сколько дней. Самое важное, что ты творческий, и ты делан Богом. И это важно. Не важно то, что мы произошли от обезьян. Но я не верю, что Бог сотворил, что мы произошли от обезьяны, но я верю, что Бог сотворил нас. Но мы не можем знать, как точно все это произошло. Я не исключаю какую-то эволюцию в нас. То есть это не исключается. Нельзя исключать эволюцию просто потому, что в Библии написано, вот Бог сотворил всех за один день. Иногда мне, честно говоря, становится стыдно от того, что христиане пишут в комментариях. Я иногда вижу, что люди пишут в комментариях, и мне становится стыдно. Потому что там четко объясняют материал. Это подобно, как здесь я сижу в семье. И бывший министр финансов, министр финансов, он говорит о том, почему... Ну, там говорил об одном вопросе, и... Мы говорили о портах, нужны порты или нет. И вдруг он говорит, а зачем вам несколько тысяч мест в портах? И все такие, фууу... Аяка моментально понял эту фразу. Это показало все его отношения. Да, всего лишь несколько тысяч мест рабочих. Слушай, а ты подумай, сколько там рабочих мест, сколько у нас жителей в Латвии, а? И сколько людей в порту работает? Люди такие, да ладно, всего лишь несколько тысяч мест. Слушайте, да жизнь может остановиться. Тысячи людей, это много. И я понимаю, что человек, ну все, мимо. И это будут терроризировать, точнее будут тиражировать, будут говорить о такой фразе, которую он ляпнул. И также и со всеми другими глупостями, которые в соцсетях пишут, не вы, но многие люди. Земля плоская. Представь, если нормальный человек увидит что-то такое, человек, который пишет, что земля плоская, он из церкви Христос Миру. И он что, это вообще депутат? Да это стыдно, что человек ходит в нашу церковь и пишет такие глупости, понимаешь? Не будь топором, друг мой. Ты не должен доказывать какие-то глупые вещи. Не говори о том, что ты не понимаешь. Говори о духовных вещах, о реальных вещах. Мы можем в команде, в молитвах. И я не верю, что Бог хочет, чтобы мы каждый день читали стихи из Библии и все. Просто тупо читали стихи из Библии и все. То же, что я про Иона сказал. Бог не хочет, чтобы мы просто сидели и прочитали какие-то стихи из Библии и не думали. Нет, надо тренировать ум, надо анализировать, надо учиться. Но не забывайте, кто вас создал. Не забывайте, кто дает новую жизнь. Не забывайте, перед кем склонится всякое колено на небесах и на земле и в поисподней. Это Иисус Христос, перед Ним склонятся все люди. И это основание всех основ. Но одно другое его не исключает. В мире вот наука, ученые, все эти основания, которые есть. Все принципы, которые люди используют, это духовные принципы. Так устроен мир, так устроено человечество. И люди могут многое добиваться и без Бога просто используя эти принципы. Но не все. А там были дебаты в комментариях. Ты можешь стать, если что, независимым депутатом. То есть, если что-то не сходит с позицией партии, ты можешь выйти. И ты всеми остаешься, но ты остаешься сам по себе. Но ты представляешь, что значит быть всеми без партии? Ты – ничто. И это доказывает также и выборы. Выборы это доказали, что человек без партии не может пробиться. Я сам очень хорошо понимаю, что я в политике никем не буду без команды. Латвия на первом месте. Каждый на своем месте. И каждый важен. Каждый важен на своем месте. И когда мы это понимаем, мы можем многого добиться вместе. Я могу еще раз тебе напомнить. Три партии сейчас главные. Национальное объединение. Команда. Правильно? Объединенный список. Есть партия Венутыба. Единство. И это уже оказывает на то, что они объединились. И часто их цели либеральны, просто потому, что они объединены в своих целях, и они хотят их достичь. Вот у Каринча сколько процентов? 20 с чем-то. Это не стопроцентно, но этого хватает, чтобы пробиться. И есть вещи, которые мы можем добиться только в команде. Только в команде. Также и наша церковь. Христос миру. Мы должны быть едины в команде. У нас единые цели. И мы, как одна семья, как страна в стране. Мы все можем. Я читаю слово Божье, и я понимаю, что истинно без команды ничего нельзя. Без команды я – ничто. Я не хочу как-то унизить твое мышление. Но без церкви у меня ничто. В духовном мире без команды ты – ничто. И нам нужна команда. Кто в меня верует, тут будут те дела делать, которые я делаю. И я открою вам глаза и покажу интересные вещи. Это было в субботу. Мне звонит один человек из Лимбаш. Не помню, откуда именно номер был. Я потом узнал этого человека. Ты поедешь на похорону такого и такого человека? Поедешь на похорону? Не, ну, я так сильно не был подъяснен. Ну, я не могу, но я не могу. Но, ну, я не могу. Мне тоже так много проблем. Виски слегки. Но я подъясняю, что, ну, все, что я подъясняю. Все, что я сказал, это, слушай, в воскресенье в 11.00 у меня служение. Все, проповедь. Это все, что я мог сказать. И это все, что я должен был сказать. И человек, вот у которого была похорона, он закончил жизнь, повесившись. Разве его не приглашали в церковь? Приглашали. Кому-то может показаться, что ты сидишь в зале, и это само собой разумеющееся, что ты здоровый, что у тебя все хорошо с финансами. Может, кому-то кажется, ой, у меня все плохо. Да, у меня так все плохо, я иду в церковь, и все плохо. Но подумай и пофантазируй, как было бы, если бы ты вообще сюда не ходил и здесь не был, а? Понимаешь? Что было бы, если бы ты вообще не был в церкви? Что бы было, а? И я могу представить нескольких кадров здесь. Вот свидетельство было. У меня был ужасный характер. Женщина говорит. Был ужасный характер. И я знаю здесь людей, у которых ужасный характер, отвратительный характер. У них зависимости были и прочее, и вообще ужас. И иногда кажется, как же человек изменится? Но человек меняется. Ты вот не думай. Ой, когда он изменится, когда он поменяется. Но ты подумай, что было бы, если бы все это время ты не был. Да, то есть, может быть, он ходит, и он как-то не сильно изменился. Но подумай, каким бы он был, если бы вообще человека здесь не было. Может быть, ты вообще не был бы жив. Может, ты вообще был бы мертв, если бы ты не ходил. Понимаешь мысль, да? Кто-то понимает? Аминь. Аллилуйя. И все то, что я сейчас говорю, я говорю элементарные вещи. Основание снов — это жертва Христа. Далее, молитва, которая связана с мышлением. Команда. Церковь, церковь, церковь. Как это важно. И в профессиональной сфере нужна команда. Если ты в профессиональной сфере хочешь чего-то добиться, тебе нужна команда. Мотивация, церковь. Нужны люди в той команде, с которым ты делаешь то, что ты делаешь. Политика не зависит только от криков. Какой-то болтовни. Нет, если хочешь что-то изменить в стране, надо очень много работать. Только в команде. Только в команде, друзья. И спасибо Богу за партию «Латвия на первом месте». Спасибо Богу. Ой, они не идут в церковь. Ужас. Они такие кривые, косые. Но, слушай, друг мой. Такая ситуация была и у учеников. Они пришли к Иисусу. И говорят, слушай, Иисус, смотри, вот эти вот люди, они изгоняют бесов. А они с нами не ходят. Они не в нашей церкви. Они там бесов изгоняют. Но они не с нами. В церковь не ходят, а? Что это такое? И что Иисус сказал? Кто не против нас, те за нас. И не запрещайте им. Пусть работают. Пусть действуют. Аминь. У каждого есть свое место в Божьем плане. И Бог может даже ослов использовать, если нужно. Но здесь речь не идет об ослах. Божьи пути неисповедимы. Понимаешь? Неисповедимы. Не все всегда можно понять вот так вот легко. Однажды фарисеи пришли к Иисусу. И они спрашивают, разрешено ли разводиться со своей женой? Помнишь? И как ты думаешь? Но что Иисус ответил? Иисус ответил. Моисей нам разрешил разводиться. Но Иисус сказал, Моисей разрешил по жестокосердию вашему. Но изначально так не было. И что Бог соединил, то человек да не разлучает. И они уже не двое, но одна плоть. Но как Иисус ответил? Нельзя разводиться? Нет, Он объяснил, что тот, кто разводится, тот нарушает брак. И то, что Иисус объясняет, это связано с законами, с законами иудеев. Это не просто вот так Иисус сказал, вот именно вот так вот все. О чем Иисус говорит? Он говорит противоположно тому, что люди говорят, мы должны знать границу, что мы можем, а что нет. Нам нужна граница, нужна грань. Люди, они обычно ищут какие-то пути, чтобы пройти мимо закона Божьего. Может так, можно так. Но что Иисус сказал? Иисус сказал про отношения сердца, про состояние сердца. Выбрал мужа, жену. Все, живи на всю жизнь. Это твое состояние сердца. К Богу, к людям. Ситуации, сотни, разные ситуации. Не спеши никого судить и так далее. Не спеши. Божьи пути неисповедимы. Ты не знаешь, почему один живет так, другой живет так. Я сейчас не говорю только про брака вообще. Как недавно тут была публикация. Лучше развестись, чем убить друг друга. А не то, что живете вместе и бьете друг друга. Нет, Библия говорит, что пусть тебя бьют. Состояние сердца. Вот что самое главное. Главный заповедь – это возлюби Бога и ближнего своего, как самого себя. Возлюби ближнего. Ты должен понимать, что лучше для ближнего твоего. Такова воля Божья. Все не просто вставлено в такие рамки, как мы привыкли думать и мыслить. У нас все часто бывает в границах какого-то восприятия. Но есть различные ситуации, различные моменты, о которых надо размышлять, и все. Вот люди говорят, вот самое идеальное, и вот самое правильное, и вот может быть только так. И это связано с личными отношениями с Богом. Это связано с тем, что это новое творение во Христе Иисусе. Но что толку, что ты идешь по улице и говоришь, Иисус тебя любит, Иисус тебя любит. Но что толку, что ты идешь по улице и ванализировать? Что толку, что ты идешь и говоришь, тебе нужен Христос, иди ко Христу. Что это дает? Да, сейчас многим не понравится, кто видит в интернете, но пастор, что ты такой говоришь, ты вообще никакой не пастор. Иисус ходил и исцелял, Иисус ходил и изгонял бесов. И Иисус говорит, что вы то же самое будете делать, что и я делаю. И вообще Иисус выслал своих учеников, и Он сказал, идите, проповедуйте, изгоняйте бесов, и Царство Небесное придет. Ну давай, иди на улице, говори. Царство Небесное приблизилось. И что люди подумают, что ты с ума сошел? Ты мою мысль понимаешь? Иди, говори, беги. Царство Небесное приблизилось. Обратитесь от грехов ваших, потому что топор уже лежит у корней. Иди, говори это. Еще раз попрошу поднять руки те, которые пришли к Богу через воскресную школу. Кто из вас пришел сюда? Потому что когда-то вы ходили в библейскую школу. Почти все. Теперь подумай. Почему ты мог подойти к этим людям и сказать, Иисус тебя любит? Да, ты можешь сказать, сказать, что... Вот, они поверили в Мое Слово, но на самом деле в детстве научились, что Иисус их любит. Они уже это приняли, они это уже знали. И они не пойдут в церковь только потому, что ты им сказал, о, Царство Небесное приблизилось. Они подумают, что ты вообще безумный, ненормальный какой-то. Ты омыт кровью Иисуса Христа. Аминь. И наказание за грех и смерть. А дар Божья – жизнь вечная в грязи Иисусе. И люди думают, да какая вечная жизнь, какая кровь, какое спасение? Человек вообще ничего не понимает из этого. И я не говорю, что так нельзя делать. Когда Иисус выслал своих учеников, помазывайте их маслом, исцеляйте их, изгоняйте бесов и проповедуйте, что Царство Небесное приблизилось. Что это значит? Это значит, что Иисус послал их кому? К израильтянам и только. К израильтянам и только. И они уже знали Писание с детства, они уже понимали и верили в Бога. И когда ученики приходили к ним с этими словами, им уже было четко понятно, о чем идет речь, что пришел Мессия, пришел Спаситель. Они знали, о чем проповедуют. И люди это понимали. Это была религия и культура, которую они понимали. Для них все это было уже ясно. Но это непонятно полностью для тех людей, которые у нас здесь в Латвии. И все, которые много занимаются изгнанием бесов, знаете, да, Иисус это делал. И мы это делаем. Но должен быть правильный порядок. Ты не можешь идти к людям и говорить вот на улицах, слушай, я вижу, что в тебе дьявол. И в Лимбожах я копал трассу. И мы только поженились. И была такая подружка у Ганна. Умная, интеллигентная женщина. Ну вот. И она приходит со своей подругой, с Яниной. Приходит. А у меня только одно в голове. Ад, Библия. Часами чистаю Библию, изучаю ее. И все, у меня больше ничего в голове нет. И я так выглядела, интересно, у меня был такой комбинезончик, шапочка. Такой рабочий, знаешь, такой работник. Борода у меня еще была. И я вылажу из этого рабочего места с лопатой и говорю, привет, ты знаешь, что ты будешь в аду, а? Привет, ты знаешь, что ты будешь в аду. Представь, первое, что человеку говорят, это, ты знаешь, что ты будешь в аду. И она такая, что, все. И больше никакого контакта у меня с этим человеком не было. Все было обрублено. И она ни в какую церковь не пришла, ничего. Это было в тот момент, потому что я тогда так понимал, в христианстве, я тогда понимал, что надо так проповедовать. Иди, говори человеку про это, и все. Да, про это можно говорить человеку, который отпал от Бога. И можно ему говорить про ад. Да, можно иногда говорить про ад, но это не должно быть стандартом и основанием твоей учения. Нет. Какая должна быть правильная модель в церкви? Подумай. Как надо идти к людям? Как? Как идти к людям? Церковь должна быть как место, как дом. Это как дерево, которое было как семечко. И дерево стало таким большим, что птицы стали в нем укрываться. Это должно быть укрытие. Укрытие для любого человека, который пришел замотивироваться, познакомиться, музыку послушать, ногти покрасить, какие-то принципы выучить, какие-то библейскую школу учиться, в поход сходить, торт испечь. Но посреди церкви есть Христос, но ты не вынужден его искать. Ты просто будешь видеть нашу жизнь, и это тебя вдохновит. Почему ты такой? Почему в тебе столько радости, столько любви? Есть Пятая Евангелие. Твоя жизнь, а не просто, ой, чудеса, знамения, кровь Иисуса Христа, Царство Небесное, и все. Люди должны видеть, что это Пятая Евангелие. И Пятая Евангелие — это перемены в твоей жизни. Самое важное — это перемены, перемены в жизни. В твоем характере перемены. Ты стал другим, ты стал лучше, ты стал круче, ты стал успешнее. Конечно, не обязательно ты должен быть каким-то супербогатым и так далее, но в любом случае, видна Божье благословение в твоей жизни. И они сами спросят, а что это такое? Почему ты такой? Почему ты сразу мне не сказала, что это кровь Иисуса, а? Друзья, если бы я сразу сказал про кровь Иисуса, ты бы испугался. Ты бы подумал, что я безумный, тупой. Разве я неправильно говорю, а? Нет, ну продолжай. Иди, бомби, жги. Иди, говори. Обратитесь от Бога, к Богу, потому что Царство Небесное приблизилось, но результат будет ноль. Христос мир. Хватает уже названия. Христос что? А, Христос. Окей, ну Христос нормальный. И люди идут к Богу тогда, когда они видят О, тебе Христос. И люди придут к Богу, потому что они видят в тебе Христа, хотя они даже не знают таких умных слов, как кровь Христа, понимаешь? Ты нашла какую-то свою нишу, ты рассказываешь об этом, и люди смотрят. Много последователей у Марита уже. Она всякие клипы крутые делает, как выжить на 100 евро в месяц, что-то такое. И первое, что человек видит, это не 10 заповедей, это не кровь Христа, а это то, как выжить на 100 евро. И человек начинает смотреть, думает, интересуется. И у Мариты домашняя группа будет такая-такая тусовка. О, круто, о, прикольно. Что еще интересное есть? Как выжить на 100 евро? Интересная девчонка, можно послушать, можно прийти, можно посмотреть. Я тоже хочу. Через какое-то время человек говорит, а что вы все такие улыбчивые, такие крутые, такие радостные? Откуда эти такие идеи вообще пришли в голову? Ты ведь не... Почему ты такое делаешь? А вот я хотела, мне понравилось, мне вот такая идея пришла в голову. И вообще, мы крутые, мы классные, приходи и посмотри. И это благодаря Иисусу и пастору. Понимаешь мысль, да? Все должно быть в правильном порядке. Не надо людей куда-то тянуть вообще. Я не говорю, что не нужно евангелизировать. Но Царство Небесное, конечно, мы должны быть системой, все такое, все правильно, круто и хорошо, но не так, что типа, о, я должен кого-то затянуть, я должен сказать, что кровь Иисуса Христа тебя спасет. Если нет, то человек попадет в ад и все. Понимаешь, о чем я? Вот именно поэтому он пойдет в ад, потому что он испугается от себя. В Латвии очень меняется система, очень либеральные ценности поднимаются, и люди уже не понимают многие моменты. Люди уже не понимают христианские ценности. Даже в Америке уже меняется, и в каждом стаде по-разному. И даже если ты говоришь, что Иисус любит тебя, ты должен потом поговорить с человеком, ты должен понимать, что это вообще значит, что это не что-то такое абстрактное, но конкретное. И вообще все то, что я здесь говорю, Марка 9, 18 и так далее, Матфея 17, 16 и далее, Лука 9 и далее. Что это за места Писания? Иисус с учениками зашел на гору помолиться. Когда они спустились вниз, я не буду читать все эти места Писания, но расскажу. Написано, что Иисус осветился, и Его одежда стала сияющей, яркой, как свет. И Он стал таким белым, что ни один отбеливатель не отбелит. И написано, что ученики проснулись, они спали, они были полны сна. Ой, Иисус, нам здесь хорошо, построим палатку одну тебе, одну Ильи. Там был Моисей, Илья, они говорили про миссию Иисуса на кресте. Это так и напишено, на что они не понимали, о чем говорят. А что Иисус делал? Был в контакте с Богом. Он был в личных отношениях с Богом. И Он взял с собой учеников. Почему? Подумай, почему Он взял с собой учеников? Почему Он взял с собой учеников? Это было то, что ученики не понимали, до сих пор не понимали, как важно каждому поддерживать личные отношения с Богом. И потом они спустились с этой горы, и там группа людей была. И они подходят к кресту и говорят, «Я своего сына принес к твоим ученикам, у него была эпилепсия, видимо, всего у него была эпилепсия, и лунатик был, ну, эпилепсик, в общем. И привез к твоим ученикам, но они не могли изгнать бесов. И даже здесь изгнание бесов речь больше идет о том, как в те дни люди понимали, что эпилепсия — это нечистый дух в людях. Иисус узнал нечистого духа, не зная формы, как все произошло, это не так важно, но этот мальчик исцелился. Но перед исцелением этот мужчина сказал так, «Если ты можешь, то помоги. Если ты можешь, то помоги мне». Иисус сказал, «Ты говоришь, если я могу, если бы ты был способен только веровать, ведь все возможно верующему». «Ой, моя вера, я верю». Ну, давай, иди сюда, мальчика. Ах вы, развращенный народ, как долго я могу еще терпеть вас? Как долго я могу еще терпеть вас? Кому Иисус это говорит? Ученикам? Да. Отцу? Да. Всем, кто были в этом месте. И всем, кто читает Евангелие. И все, кто слышит меня в этот момент. Сколько я еще буду терпеть вас? Я хочу, чтобы вы были сами способны исцелять. Я хочу, чтобы вы сами были способны помочь людям. Я ожидаю, что вы сами это сделаете. Он исцелил этого мальчика, и ученики приходят и говорят, «Учитель, почему мы не могли изгнать? Почему мы не могли изгнать?» И ответ очень простой. Иисус сказал, «Из-за вашего неверия». Потому что, если у вас будет вера хотя бы из горчичного зерна, и вы скажете, «Горейся, поднимись, и вернись в море», то будет. И ничего не будет для вас невозможным. Он продолжает. Но сирот не исходит иначе, как только с помощью поста и молитвы. С помощью поста и молитвы. И речь не идет просто о посте и просто о молитве. Речь идет о конкретных личных отношениях с Богом и о твоей мышлении. Это то, чего не хватает ученикам. Они не были еще на горе, они еще не понимали многие вещи. И они не могли справиться с многими вопросами, пока у них не было личных отношений с Богом. И Иисус говорит, «Где ваша вера? Где ваша вера?» И твоя вера должна заключаться в том, что ты понимаешь, что ты можешь, что во Христе ты новое творение. В духовном мире ты можешь добиваться многого. и для тебя нету ничего невозможного. Но это связано с мышлением. Думай творчески, будь творчески. Я не способен. Так, приготовьте эту проповедь, чтобы она была понятна для детского сада. Нет, ты должен думать, ты должен использовать мышление. Я гуляю и вижу триколор-российский. Я просто записал, что философски написал текст, сфоткал этот флаг, и на конце улицы независимости Украины, в конце этой улицы российский флаг. На конце этой улицы развивается российский триколор, и его охраняет латвийская полиция. Там нету мнения, просто факт. Я специально дописал. Реальность. Это реальность. Я вижу, и я подумал, это интересный философский. Там Украина, Россия, Латвия, все в одном месте. Интересно. Без какого-то объяснения. Там нет кучи каких-то комментариев, но мне хватает того, что там написано, люди не понимают. Как ты можешь быть пастором? Как ты можешь быть в политике? Здесь нет мнения. Я просто хотела объяснить людям, что тут нет мнения. Люди думают, что я какое-то свое мнение высказывал. На работу, обратно, с работы, водка, и все. И люди не думают головой. Секс какие-то копейки. На пиццу. Поесть. Опять. Алкоголь, секс, и все. И людям в жизни ничего нет. Они ни о чем не думают, не видят, не хотят ни о чем думать. Что-то порнографию смотрят. Какой-то бред телик смотрит, и все. И умно говорят, земля плоская. Вперед. Но я просто философски выставил свое размышление. Ты ешь или ты не ешь, ты говоришь, ты ни о чем не говоришь, люди это не понимают. У них что-то внутри есть, какие-то эмоции, он их бомбит, прямо в интернете так и пишет. Но он даже не думает, не размышляет, не видит суть. Человек мог же сказать, что это хорошее. А, да, интересный факт, интересное наблюдение. Да, прикольно. Здорово, пастор. Прикольно. Здорово. Интересно. И всегда будут люди, которые вообще ничего не поймут, чтобы ты не постил в интернете. Но спасибо Богу, что есть люди, которые понимают. И я хочу, чтобы ты был человеком, который понимает. Ах, вы, народ неверующий, сколько я могу терпеть вас. Иисус хочет, чтобы вы сами думали, сами размышляли, чтобы вы были способны на многие вещи. Кем бы был Иисус без команды? Ничто. Он просто был бы, но никто об этом не знал. Его бы не было. Иисуса бы не было, если бы не было команды. Потому что, если нет команды, нет Христа. Почему Иисус пришел на землю? Иисус приходит на землю, Он учит. Да. Но Он везде создает команду. Он во всем создает команду. Иисус силен только в команде. Слышишь? Да, у нас великий, всемогущий Бог. Да, Он есть. Но если Он не в команде, здесь на земле все ограничено. Вот почему Иисус пришел. Не только умереть на кресте. Просто тихо умер, чтобы правая рука не видела, что делать лево. Просто тихо умер где-то, и все. Нет, Он не для этого пришел. Он пришел, чтобы то учение, которое Он оставил, чтобы нести дальше. И чтобы жертву Иисуса Христа ученики несли дальше, чтобы строить церковь, которая является основанием и столпом истины, друг мой. И Он голова, а Майя его тело. Смотри. В 44 стихе Лука 9 они спускаются с горы, он исцеляет эпилептика. И ученики спрашивают, почему они не могли знать беса. И здесь Иисус говорит такие слова. Послушайте меня. Сын человеческий должен быть предан в руки людей. И они не понимали их. Иисус учил их молиться, думать, размышлять. Иисус говорил им о важности команды. Но они не понимали это. Они не понимали, что будет жертва Христа, что Иисус пришел, чтобы умереть на кресте. И Он дает новую жизнь, новое сердце, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Как ты читаешь Библию? Матфея 10.1 И призвав своих учеников, Он дал им власть над нечистыми духами изгонять их, бесов, и проповедовать Евангелие, и исцелять. Итак, что ты видишь в этом месте Писания? Ты знаешь, что там есть предложение? И Он говорит, не берите ни деньги, ни посох, ничего. И в какой дом? Придете, говорите, мир дому всему. И что Иисус говорит? У Него была цель просто исцелить людей, или Он хотел научить что-то? Он, Иисус, учил учеников делать то же самое, что и Он. Везде идти и создавать команду. Если ты правильно мыслишь, правильно смотришь на вопрос, то ты увидишь эту мысль. Иисус создает команду. Вот что было самое главное. Потому что без команды Он не мог. Да, конечно, Бог, Он остается Богом, даже без команды. Но Ему нужна команда. Он свою любовь не может донести без команды. В команде есть сила. Потому что даже Иисусу нужна была команда. Иисус был супер создателем команды, он пример. Вот, Г-12. Марка 9.33. О чем вы говорите на пути? О чем вы говорите на дороге? Почему он так спрашивает? И ученики состязались, кто из них больше, кто из них круче. Кто больше маслом помазывает, кто больше весов изгоняет. Кто круче, кто сидит с Иисусом за столом. Был Иоанн и Иаков. Они там мамой манипулировали. Они приходят к Иисусу и говорят, Иисус, то, что мы будем просить, ты дашь нам, да? Мы хотим, чтобы ты пришел в царство свое. И мы хотим быть один по праву, другим по левую руку. Иисус говорит, нет, нет, это от отца зависит. Я не могу вам так выдать место. Но вы так не думайте, потому что кто из вас хочет быть первым, тот будет последним. И кто хочет быть господином, тот должен быть слугой. И чему здесь Иисус учит? И они молчали, но Иисус думал, что вы про себя мыслите. Потому что они по пути говорили, ну кто же из нас больше, кто же из нас круче. И какая мысль? Чему Иисус учит нас? То, что ты слышишь, друг мой, это уникально. Иисус создает команду, которая не может существовать, если в этой команде каждый пытается доказать, что он больше. Если ты хочешь служить бомжам, помой их, одень, и тогда приведи. Да, вот это будет любовь к людям. Да. Нет, надо всех любить одинаково. Да, всех нужно любить, но все-таки надо мыслить. Права одних людей не могут нарушать права других людей. У меня есть права сидеть и нюхать эту вонь. Да? Аминь. Иисус создавал команду. И смотри, что еще тут говорится. Первая Петра 1,29. А мы в своей души любите друг друга от всего сердца. И христиане читают и думают, это значит, что вот я всех должен любить одинаково. Братская любовь самое главное. Так друг друга любим, что прямо там масло из рта льется. Есть же такое место Библии, да? Но подумай, почему Петр так пишет. Вообще, думай не так, что это, а почему это, слышишь? Почему так пишут? Почему Иисус так говорит? Почему так написано? Если ты поймешь, почему, тогда ты поймешь и мотив, и цель этих слов, а не просто вот так вот написано и все. Вот так вот написано и все. Нет. Ты должен понимать, почему Петр учил людей любить друг друга. Здесь речь не идет о людях вне церкви. Здесь речь идет о братьях и сестрах. Любить друг друга. Петр учит команде, учит принципам команды, потому что только так может существовать церковь, только так может существовать команда. Только тогда, если есть любовь друг с другом. Есть система и порядок в церкви, когда нет лжеучения. Все письма, они связаны с тем, чтобы бороться со лжеучением. Только так может создать команду. Если есть различные церкви, различные движения, да, но у каждого есть какое-то свое направление. Церкви разные, но там есть и действует принцип команды. Читай это в Библии и увидь этот принцип, этот фундаментальный принцип. Церковь — это фундаментальное учение. Личное отношение с Богом — это фундаментально. Жертва Христа — само собой разумеющийся. И последнее местописание. И то местописание, которое я хочу тебе объяснить, я думаю, что многие правда его не понимают. что Матфея написано 25 глава. Кто читал от Матфея 25 главу? И о чем здесь идет речь? Иисус говорит о последнем суде, что Сын Человеческий придет во славе Своей, и ангелы придут, и Он будет выседать на троне славы, и все народы соберутся. И Он будет отделять овец от козлов, а козлов по левую, и по правую, и Он скажет одним, придите, благословенные Отца Моего, унаследуйте царство, приготовленное вам от сотворения мира. И слушай, Иисус говорит, Я был голоден, и вы покормили Меня. Я хотел пить, и вы напоили Меня. Я был странником, и вы приняли Меня. Я был голоден, и вы одели Меня. Я был болен, и вы посетили Меня. Я был в тюрьме, и вы посетили Меня. Пришли ко Мне. И что ответили люди по правую руку? Господь, когда мы Тебя видели, голодным, и Тебя покормили, когда мы видели Тебя и попоили, когда мы Тебя приняли, или Ты был без одежды, и мы Тебя одели, или в тюрьме, когда Ты был. Иисус говорит, все, что Вы сделали для одного из меньших сих, одному из братьев, то Вы сделали и для Меня. То Вы для Меня сделали. Это, знаете, люди, они идут на служение в тюрьму и так далее, но здесь речь не идет об этом. Это местописание, ты можешь изучать, сколько ты хочешь, но здесь стопроцентно речь идет про церковь, про любовь в церкви друг с другом. Иисус готовит команду, Иисус строит команду, которая невозможна без правильных отношений. Вот, вот чему учил Иисус. Человек, который идет себе навстречу чужой, он не брат, не сестра себе пока что. Твой брат, твоя сестра в церкви. Вот о чем речь идет. И речь о том, что ты, находясь в церкви, ты в безопасности, тебя не бросят. Понимаешь, о чем идет речь? А люди там кормят людей, едой кормят. Я не говорю, что это плохо, это нормально, это нужно. Можно евангелизировать и так далее. Но это не главная мысль в этом писании. Мы не просто занимаемся благотворительностью. Иисус нас не учит просто идти на улицу и гормить колодных. Он говорит, что нужно заботиться и создавать правильные отношения с людьми в церкви. Наша задача, как команда, функционировать. Нам нужно, чтобы каждый был образованным, успешным, и мы это можем добиваться в команде. Вот о чем речь идет. И здесь речь идет о вечной жизни. Одни войдут в вечное наказание, другие в жизнь вечную. Это очень серьезно, друзья. И есть люди, которые не понимали значения церкви, не понимали значения пришествия Христа. Они не понимали главную суть. Они забывали про самое главное. Друзья, личные отношения с Богом, голова, мышление. Ученики забыли про личные отношения с Богом, забыли про команду. Об этом можно судить по Писанию. Письмо Тимофея и так далее. Все это полно того, как строить команду. О том, как строить церковь. И правильное название церкви это место, где меняются жизни. Христос миру, место, где меняются жизни. И далее это Божьи львы. Божьи львы, это круто. Группа такая у нас есть. Да, это много что объясняет и говорит, но мы должны быть сильны в команде. Мы Божьи львы. Место, где меняется жизнь. Вот, я метал молнии сегодня. Виктор не играет, нет? Виктор не играет. Но если бы Виктор не был в церкви, он бы не только не играл, он бы и многое, и другое не делал бы, что нужно было бы делать. вот мы хотим, чтобы он играл, но если бы он не был в церкви и в команде, я не знаю, что бы вообще было с Виктором. Я не знаю. Если бы я не был в церкви, если бы ты не был в церкви, что бы было? Ты с Богом, ты в Его руках, аминь, в руках Божьих вместе с церкви. Мы можем. Им должна быть команда и личное отношение с Богом. Но то, о чем я говорил, это больше было от сердца. всего. И в Божьем Слове я вижу эту мысль, что везде говорится о создании команды. И в основании личное отношение с Богом, команда. Мы должны быть сильны, мы должны мыслить более глобально, образовываться, учиться должны, профессионально в своей сфере должны развиваться. Мы успешны и во всех сферах своей жизни. Боже, благослови Латвию. Живи полноценной жизнью. И метай молнии. И все будет классно, Ренар. Все будет классно. Аминь, да. Аминь, аминь. Все будет хорошо. Все будет совсем хорошо. Совсем хорошо будет. Скажите, как минимум, мы трем людям. Все будет хорошо. Аминь. Все будет очень хорошо. Пусть Бог тебя благословит и охраняет. Господь пусть светит своим лицом на Тебе и будет Тебе милостью. Пусть Господь призрит на Тебя светлым лицом Своим и даст Тебе мир. Аминь. 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 Ну, това, дороги, ну, es jau saprotu, ka tas nav tas pats svarīgākais, un tomēr tas ir, mūsu reliģija tāda ir, ka Jēzus ir jāpieņem. Tā lūkšana ir jānoskaita tomēr. Аминь. Tā kā, kas vēlās Jēzus, pieni, kas nav to izdarījis, varat to izdarīt. Jā, mēs varam piecelties. Ja tu vēl nepazīsti Jēzus Kristu kā savu personīgo glābēju un kungu, tad šis ir tavs dievkalpojums, un tu esi aicināts nākt šeit, priekšā, un es palīdzēšu lūkt, grēku nožāls lūkšanu, visam vienkārši vārdi, bet ārkārt tik svarīgi. Un Bibliē ir sacīts, ka Jēzus ir vienīgais ceļš patiesību un dzīvību. Viņš ir vienīgais ceļš pie dzīvā Dieva. Un, Dievs nemalo, ja tu pieņem Jēzus savā sirdī, ja tu nožēlo savus grēkus, un ja aicinu viņu būt par savus dzīves kungu, tad tu tiec glābts. Tev pietara mužīgās dzīvības apsolījums, tu esi sveitīts un dziedināts, ja tu pats, protams, arī to vēlēsies. Un, tad mēs lūksim, es teikšu lūkšanas vārdus, un tu atkārtojies mans, un var aizvērt tāds, tā būs vieglāk arī domāt un koncentrēties uz lūkšanu. Jā, ļoti labi. Tad mēs lūksim tagad. Tārgais devestās. Es pateicos, ka tu sūtīji savu dālu, Jēzu Kristu. Tārgais, Tārgais nebiedzinu, ja blagadarītsimies za to, šo te paslāl svojavo syna, kuri priešo na zemļu un žil vēl cēlē čelē čelēčiskam, un kuri numir pie krūsta un samaksāja par visiem maniem grēkiem. Kuri augšām cēlas, un tagad caur svēto gari ir šeit. Paldies, kāds Jēzu, ka tu samaksāji par visiem maniem grēkiem, un ka man grēki ir iedota. Man piedara mūžīgās dzīvības apsolījums, un manas dzīves ceļš ved uz debesīm. Paldies Tev, kungs Jēzu. Āmen.